А вчера опять люди прибежали и мы с Андреем ходили и ломали голову. С чем это связано? То ли это связано с тем, что люди вспомнили, что фестиваль проходит и побоялись не успеть посмотреть, то ли это связано с тем, что позавчера у нас, вчера вышли интервью с Эриком Робертсом, и люди увидели их по телевидению и сразу поняли, что раз это такое крутое место, где есть Эрик Робертс, нужно немедленно бежать в кинотеатры. И вчера с посещаемостью было все нормально. Вот видите, как бывает. Можно я добавлю про это? Вот замечательная компания Лим, которая действительно нам очень помогла в этом году, их предприятия находятся в разных городах, Архангельске и еще различные. Вот они попросили просто нас, это даже, к моему удивлению, не наша инициатива, чтобы после фестиваля сделать несколько программ и творческих встреч, и поехать, и чтобы те люди, которые работают на их предприятиях, встретились и посмотрели, что такое документальное и анимационное, игровое кино. И мы это сделаем обязательно. Я можно тоже задам вопрос. Я хочу обратиться к Рутину Хачатряну, председателю жюри международного конкурса. Мы не объявляем призы, они будут объявлены вечером, но тем не менее, можно в двух словах, чтобы Рутин сказал о своих ощущениях от фестиваля, вот в той форме, в которой он проходит сейчас, потому что Рутин был здесь много лет назад и знает, как фестиваль развивался и как он движется. Спасибо, Андрей, и спасибо за приглашение на фестиваль. И значит, что я здесь участвую с первого фестиваля, это 27 лет назад было готово. Я показал свои две короткометражные фильмы здесь, потом еще два раза как участник я участвовал, получил несколько призов. Лет пять назад я был членом жюри, а сегодня я председатель жюри. Я все знаю об этом. Я очень рад, я удивлен. Полные залы, очень большой интерес к документальному кино, которые не везде могут хвастаться. И за очень интересный отбор. В первые дни я немножко сомневался, почему такие разные фильмы. И вдруг понял, что отборщики со всего мира отбирали те картины, которые интересно будут показывать людям. И знаете, что? И жюри. Очень интересный жюри. Не знаю, кто отбирал. Кроме меня, конечно, я очень случайно попал в последний момент председателем жюри. Но, вы знаете, я скажу вам по секрету. Такого жюри я не видел нигде. Люди, которые пришли с площадки сразу. Все снимающие люди, все практики. И у меня не было ни одного спорного вопроса. Такого не бывает жюри. И каждый раз, мы как-то два раза всего-навсего совмещались. Не прошло даже 15 минут. Все было решено. Знаете, почему? Мы делаем какие-то оценки. По секрету скажу, чтобы каждый отмечает свой любимый фильм. И три раза, и шести случаев. Все пятеро дали одному же картину. Такого не бывает. Я удивлен. Потому что вот этот пять человек, закрыто, значит, закрыто, они дали одному фильму. Это очень трудно. А другие три раза, они три на два. Первые, вторые картины. Так что очень демократично было выбрано картины. И увидите, будете рады или нет. Но это мнение практиков, которые сейчас снимают кино. Которые знают, как это делается. Которые знают, как получить этот результат. Я должен сказать спасибо, потому что очень изменился фестиваль. К лучшему. Я в середине видел, как это начало разваливаться, этот фестиваль. Сначала было очень интересно. Потом совсем не было видно. Не было зрителей. Не было интересных людей. Не было интересных фильмов. Сейчас такой подъем я не ожидал, как за короткое время. Я должен сказать спасибо. Не за то, что меня пригласили сюда, в председательном жюри. Я здесь был. Я здесь участвовал. Я был в основах этого фестиваля. Я должен сказать спасибо вам. Спасибо. Я только хотел добавить к Саламу Артюну. Во-первых, поблагодарить его на сказать, что до фестиваля «Золотой априкос» с его духом гостеприимства и братства нам еще расти и расти. Но мы будем стараться. И хотел попросить председателя члена жюри национального конкурса Гёза Марчани, венгерского актера, издателя, переводчика, специалиста по культуре, рассказать нам о своих впечатлениях от национального российского конкурса. Простите опять за недостатки моего знания русского языка. Дело в том, что после нескольких минут мне пришло в голову, может быть, это я, кто хрупкий, ведь у меня перелом в ноге. Так что, может быть, именно об этом могло быть речь. Что касается другой стороны состава жюри нашего, я думаю, что это должно давать согласие и доволенность того, что там была Алина Рудницкая, которая выдающаяся режиссер, потом там был Мариус Иваскетчубис из другой области драматургии, он сам прозаик, режиссер, кинорежиссер тоже. Я сам 40 лет читаю манускрипты театральных трудов, киносценарий и романов и сижу на зрительных залах театров. Так что всем мы довольно привык к тому, чтобы посмотреть что-то более-менее профессиональное, не забывая, конечно, в то же время о том, что мы зрители очередные и нормальные зрители. И с такой точки зрения для меня было просто удивительно смотреть, какого высокого качества был весь состав этих фильмов, которые мы имели возможность посмотреть. И думаю, что это не случайно, что у нас было не такого полного согласия, как у другого жюри, но к концу мы пришли к такому решению, что все мы, так мне казалось, были довольны тем, что ничего мы не пропустили. Не самые глубоко информационные вещи этих фильмов, не самые драматические моменты, которых тоже очень много, удивительно много. И не искусственных решений этих фильмов. Так что я очень доволен с возможностью, что я мог быть здесь. И очень благодарен всем, кому это пришло в голову меня пригласить сюда. Спасибо. Спасибо. У меня к Эрику есть один вопрос. Думаю, будет понятен и на английском Eric. Я абсолютно unique position here in this festival, in this city, because being a special guest of festival, it's an absolute freedom to say whatever you want to say. So, can you express in maximum three words, or maximum in three sentences, or maximum within three minutes, your main impressions of the festival and of the St. Petersburg? Thank you. У меня вопрос к Эрику. Да, в общем, в трех словах, в трех предложениях, ну или в трех минутах максимум, объяснить, что он чувствует в Петербурге и на фестивале. It's international, it's approachable, and it's pleasant. Три слова. Международный, понятный, приятный. But I can go on and on and on and on, but he said three words. Нет, я-то могу долго распространяться, но вы попросили в трех словах. I've been to many, many, many film festivals. This is one of the two most pleasant ones I've ever been to, because everybody's calm and can. Everybody freaks out, they scream and yell and grab your clothes and take pictures and act silly. Here they act like grown-ups. It's a pleasure. And I want to thank everybody from the bottom of my heart, who's holding their cameras up high. И я отдельно хотела бы поблагодарить от всей души тех, кто снимает меня сверху, поднимая свои камеры. Спасибо. Вопросы, я видел, здесь поднимали руки. Да, прошу. Елена Брякова, газета «Вечерний Санкт-Петербург». У меня такой вопрос, наверное, к Алексею Учителю. Ну, понятно, что фестиваль уже был немножко такой на последнем издыхании, когда вы его приняли. Но все же, что неизбежно и неизменно остается в идее этого фестиваля, может быть, из прошлого, и от чего вы никогда не откажетесь? Ну, вы знаете, каждый год у нас идет дискуссия как раз по международному конкурсу, потому что он довольно необычный, это конкурс и документальных картин, причем и полнометражных, и короткометражных, это и анимация, и короткий метр игровой. И сочетание действительно кажется довольно странным, и мы не раз пытались понять, продолжать или сделать его только документальным. Но я считаю, и думаю, что со мной все согласны, сейчас настолько мир кино внедряется, я имею в виду, и жанрово друг в друга, что, мне кажется, именно эта палитра интересна. Потому что мы даем такой некий срез, то, что происходит во многих странах, в разных жанрах, и я думаю, что это абсолютно правильно. Это трудно для жюри, потому что действительно, но мы стараемся собирать в жюри как раз специалистов или авторов и по анимации, и по игровому кино. Поэтому я лично сторонник продолжать эту традицию, и мне она очень нравится. Вот если говорить о каких-то творческих, и плюс, мы года два назад начали реформировать национальный конкурс. Я думаю, что направление очень правильное, можно спорить о программе там, но это уже другое. Все равно интерес к национальному конкурсу резко возрос. Это тоже очень здорово.